МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина. И смотрите сегодня. В Новосибирске проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Ветеранов и молодое поколение защитников поздравили первые лица города и области. Грипп и ОРВИПа немного отступают. Специалисты заявили о снижении заболеваемости. Однако несколько школ и детских садов все еще закрыты. Буддисты отмечают Сагалган, праздник Белого месяца, Новый год по лунному календарю. Каждый год, подобно Пасхе, он отмечается в разные дни, но всегда в новолуния февраля. А теперь подробнее об этих и других событиях. Торжественное собрание и праздничный концерт в честь защитников Отечества состоялся в Новосибирском театре «Глобус» с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов вооруженных сил и молодое поколение защитников Отечества со сцены поздравили руководители города и области. То, что в «Глобусе» что-то происходит, было видно еще на подходе к театру. Военная техника заняла часть площадки перед зданием. Здесь же можно было ознакомиться и с подробными тактико-техническими характеристиками. Детвора тут же воспользовались возможностью изучить вооружение более досконально, то есть полазить по нему. Внутри собрались все те люди, которые так или иначе связаны с защитой Отечества, обороной нашей страны. Поздравить их пришли первые лица региона. Думаю, это праздник гордый. Гордый за то, что вот эти люди, они вселяют в нашу жизнь гражданским людям уверенность, что есть кто защитит рубежи, есть кто защитит свою родину, нашу родину, Россию. А во-вторых, это сегодня живем в непростое время. И время, когда и международный терроризм сегодня заявляет о себе. Напряжение есть. И поэтому особая ответственность перед вооруженными силами. И мы понимаем, какую сегодня нагрузку несут наши военнослужащие и наши 41-й армии, других воинских подразделений. Открыл торжественное собрание начальник штаба 41-й армии. Уважаемые новосибирцы и гости. Мы с вами собрались на наше торжественное собрание в канун праздника 23 февраля, День защитника Отечества. Это и государственный праздник, это день воинской славы, и этот день олицетворяет собой мужество, достоинство и истинный патриотизм всех тех, кто собрался здесь и кого здесь нет. Тот, кто сейчас несет нелегкую службу. В зале звучали слова поздравления с грядущим Днем защитника Отечества и о том, какая это честь и ответственность Родину защищать. Завершилась торжественная часть праздничным концертом. Тематика песен настраивала исключительно на патриотический лад. Из-за эпидемии гриппа в Новосибирской области полностью закрытыми остаются три общеобразовательные школы и 12 детских садиков. Что в настоящий момент происходит с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе? Смотрите далее. В регионе наблюдается тенденция снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ, говорят в Роспотребнадзоре. По данным областного Минздрава, с начала года в Новосибирской области гриппом и ОРВИ заболели 180 тысяч человек. Почти у полутора тысяч из них был зарегистрирован именно грипп. В такие периоды, когда эпидпорог превышен, система здравоохранения работает по специальным регламентам, которые предполагают увеличение времени работы поликлиник, максимальное обслуживание пациентов с ОРВИ и гриппом на дому, сообщил заместитель министра здравоохранения. Также, по его мнению, из-за того, что средства массовой информации излишне пугали тяжестью последствий гриппа, возникла чрезмерная нагрузка на скорую помощь. В пик прохождения заболеваемости у нас вызовов скорой помощи в сутки приходилось до трех с половиной тысяч, когда в обычные текущие дни вызовов скорой помощи в день приходится от 1600 до 1800. Соответственно, вызова скорой помощи, определенная часть их была, так скажем, не совсем обоснованная. Но граждан можно понять, граждане были напуганы. И хотя, в общем, ситуация с гриппом и ОРВИ в регионе стабилизировалась, а кое-где и улучшилась, эпидемический порог остается превышен. Несмотря на превышение эпидемического порога, в целом по области у нас отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ и в целом. В отличие от города Новосибирска, который в прошлой неделе все-таки еще нарастали у него темпы, но хочется отметить, что просто Новосибирск позже включился в эпид-процесс. Преимущественно отмечается, что рост заболеваемости нам дает взрослое население. У них скачок заболеваемости по отношению к предыдущей неделе на 36% в целом. Предварительные итоги этой недели, анализируя ситуацию по ежедневной обращаемости граждан с проблемами с гриппом и ОРВИ, мы видим, что заболеваемость у нас несколько ниже, то есть мы отмечаем процесс такого замедления. Так как значительного снижения заболеваемости не наблюдается, то продолжают действовать и все ограничения, принятые на период эпидемии, в том числе и на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. В регионе по-прежнему полностью или частично не работают некоторые школы и детские сады. Так что расслабляться сибирикам, судя по всему, еще рано. Региональный отборочный этап 18-го Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «Робофест» стартовал в Новосибирске с конкурсными проектами. Их авторами познакомился Александр Булдаков. На открытии отборочного этапа 8-го Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля собрались самые маленькие участники. Их старшие коллеги соревноваться будут позже. А старт «Робофесту» дал, как и положено, робот. Желаю вам удачи и надеюсь, что сегодняшний день принесет вам много положительных впечатлений, новых знаний и побед. Объявляю фестиваль открытым. Так масштабно отборочные мероприятия у Новосибирски проходят впервые. В 9 соревновательных категориях примут участие около 200 юных роботехников из Новосибирской области, а также из Новокузнецка, Барнаула, Томска, Кемерово и Иркутска. На наших площадках 20-21 февраля 2016 года идут три основных номинации. Джуниор Филель, Филель и Фристайл. Ну вот сегодня здесь вы видите, да, вокруг меня огромное количество наших мальчишек и девчонок, которые представили свои проекты. Здесь проекты стендовые. Все проекты были посвящены экологии. Дети автоматизировали многие процессы, к примеру, в уборке и переработке мусора. Команда из Иркутска представила катамаран, который поможет очистить озеро Байкал. У нашей лодки катамарана много съемных насадок. Насадка грабли, насадка пила, насадка ковш и насадка водяной пылесос. Лодка катамаран убирает мусор в воде. Она на мелководье едет с помощью колес, а на глубине едет с помощью мотора. Вот он, мотор. Все это машина, естественно, делает без участия человека, так как это робот. У новосибирской команды автоматически происходит не только прием макулатуры и производство бумаги, но и доставка ее потребителю. Наша команда, робот, бум, мы сделали бумагоперерабатывающий завод. Мы преследовали цели экономики, так как сейчас все больше вырубают леса, чтобы сделать бумагу. Мы сделали завод, который из макулатуры делает новую бумагу. Чтобы такое придумать, нужен определенный склад ума и инженерный подход к делу. Развивать это необходимо с малых лет, уверены педагоги. Сейчас много говорят о будущем инженерного образования, о будущих инженерах. А надо сказать, что формируется инженерное мышление, и вообще будущий инженер из вот таких маленьких проектов. Потому что экологическая культура, экология, экологический менеджмент – это самый высший уровень. И очень интересно, что ребята подходят к этому нестандартно. И перерабатывают мусор, и делают из него что-то необыкновенное. И самое главное, они делают это очень искренне, с хорошим инженерным уже почти подходом. На отборочном этапе 8-го Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «Робофест» будут и соревновательные номинации. На специальных площадках участники должны продемонстрировать умения своего робота. Каждый сектор такого вот стола определяет отдельное задание. Например, снос здания или переработка компоста. То есть, некая модель экологического кризиса. И робот его должен исправить за нескольких заездов. Старшие школьники будут соревноваться позже, 26-27 февраля, в инженерном лицее НГТУ. Лучшие юные роботехники Сибири примут участие в «Робофесте-2016», который пройдет в середине апреля в Москве. А необычные и интересные идеи, которые дети воплощают в конструкторе, вполне возможно возьмут на вооружение взрослые. И тогда наша жизнь станет немного комфортнее. Ведь робот для того и существует, чтобы облегчить наше существование. Если ваш ребенок чересчур увлечен играми, может это и не так плохо. Особенно, если эти игры интеллектуальные. Что, где, когда, Брайн Ринг – своя игра. Игр этих довольно много и играют в них не только по телевизору. В клубе отдых уже 15-й раз проходит открытое первенство Сибири по интеллектуальным играм. На открытии побывала и наша съемочная группа. Люди, до краев заполнившие собой зал, очень молоды и, на первый взгляд, неотличимы от своих ровесников. Одеваются современно, смеются и наверняка любят спорт и танцы. Но при этом они читают умные книжки, роются в интернете, в поисках фактов и могут ответить на самые трудные вопросы в течение минуты. Еще бы, ведь все они участники первенства Сибири по интеллектуальным играм. И чем собираетесь заниматься? Ну, играть в ЧГК. А побеждать будете? Ну, надеемся, да. А как вы готовились? Долго, упорно. Ну, уже опытные игроки, наверное, раз из Наукограда. Да, да. А сколько вы уже занимаетесь этим? Занимаемся ЧГК. В начальной школе почти. Ну, уже, значит, пятого класса получается. Вы откуда? В город Красноярск. Ну, вы же опытные игроки. Четыре года стажей играем. Но первый раз участвуем в первенстве. В этом, да? В этом, да. Готовились? Готовились усердно. Собирались в клубе нашем интеллектуальном. А вообще трудно играть? Ну, тут кому как, не знаю. Интересно, интересно. Это того стоит просто. В этот раз в соревнованиях принимает участие 93 команды, приехавшие в Новосибирск из самых разных городов. От Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Состязание открытое, и участники могут быть отовсюду. И поэтому в церемонии открытия на сцену выносят флаги тех городов, откуда приехали госты. Большинство, конечно, из Сибири. Для многих из них участие в первенстве – возможность не только выиграть приз, но и встретить новых друзей и познакомиться с нашим городом. Владимир Державец, заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэри города, один из тех, кто 15 лет назад был у истоков первенства, приветствие участников заметил. Именно благодаря вам город Новосибирск не считается, а является интеллектуальной столицей, и не только Сибири, но я считаю всей России. Меня тут спросили, а есть ли еще такой город, где могли бы собраться вот так 93 команды из 27 поселений. И я не мог сразу ответить. Думаю, что именно Новосибирск является таким городом, за что вам огромное спасибо. Ну вот торжественная церемония подходит к концу. Звучат фанфары и почетный гость фестиваля, многократный призер всяческих интеллектуальных состязаний, знаток клуба «Что, где, когда» Илья Бер объявляет первый вопрос. Время на ответ всего минута. Минута, которая тянется так долго и в то же время проносится мгновенно. Сиднэй, хочу партов, куча партов. Там, порт, смурт, Рио, да, Жанейра. Какой-нибудь кораблик, что-нибудь. Ну, что-то получается, что, короче, с чаем, ну, чай где-то красивый. Там какие-то глаголы, очевидно, какие-то глаголы, да, что-то сделал, полетел. Да, едет, летит, плывет, допустим, плывет. Мозговой шторм, и вот уже тянутся руки с записками. Их немедленно собирают, после чего объявляется ответ. Дальше, делая организаторов, выбрать правильное. И так три дня, в течение которых знатоки будут сражаться в различных интеллектуальных играх, принимать участие в турнирах и состязаниях. И, конечно, общаться, причем не только интеллектуально, но и вполне подружески. Победители получат призы с эмблемой фестиваля, ученым-котом, и увезут их в свои города. Увезут вместе с впечатлениями, получить которые так важно в этом возрасте. И, возможно, кто-нибудь из нынешних знатоков вернется в Новосибирск, чтобы здесь учиться или заниматься наукой. И оказывается, что не только благодаря Академгородку, но и благодаря такого рода событиям, наш город оправдывает свою известность как интеллектуальный центр, место, где рождаются новые идеи и живут неординарные люди. Белый месяц, праздник наступления Нового года и весны по лунному календарю продолжают праздновать российские буддисты. В этом году наступил 9 февраля, но торжества продолжаются. В субботу буряты, проживающие в Новосибирске, собрались вместе в Доме национальных культур имени Заволокина, чтобы еще раз поздравить друг друга. О том, как это было, смотрите прямо сейчас. Один из главных буддийских праздников – Новый год по восточному календарю. В этом году он наступил 9 февраля. По традиции праздничные мероприятия будут длиться весь февраль. В эту субботу в Доме национальных культур имени Заволокина собрались буряты, проживающие в Новосибирске, чтобы все вместе отпраздновать, поздравить друг друга. Мы каждый год приходим посмотреть, встретиться с земляками, поучаствовать в мероприятиях. Вот мы сегодня первый раз пришли всей семьей. Я вот с внуками пришла. Смотрю, что очень много детей, как бы очень приятно, что собираете народ праздновать свой праздник национальный. Мы второй год в Новосибирск переехали, у нас дети здесь. Поэтому мы приехали сюда, с нашей солнечной бурятией. Приятно увидеть родные лица, родные мелодии, районы посмотрели. Замечательно. Организаторы мероприятия в этом году постарались сделать программу максимально насыщенной и интересной для публики всех возрастов и пристрастий. Но какой же праздник без национальной кухни? Прямо в фойе Дома культуры расставили столы, за которыми гости могли полакомиться бузами, главным национальным блюдом бурят. А на отдельно накрытых столах расставлены другие блюда кочевников, рецепты приготовления которых передаются из поколения в поколение. Конечно же, праздник Белого месяца не обходится без молочной белой пищи. Молочных, значит, творог со сметаной, сыр делаем, брынза. Брынза из бараньего молока получается жирным, вкусным, хорошим. И вот это творог сушеный. Вместе творог сушеный, с черемухой тоже сушеными. Черемуха очень активно применяется в бурятской кухне. Это едва ли не основное лакомство. Особенно часто она используется в приготовлении различных сладостей. Не менее популярны луковицы саранки, которые хорошие хозяйки запасают впрок с осени. Вот рецепт одного из блюд. Салат из саранок. И вот тут она разная готовится. Это на топленое масло, на топленое масло черемуха, творог, пряник, топленое масло, саранки, изюм. Это все варится. Но если эти блюда вполне приемлемы, попробовать их так и хочется, то вкус такого блюда, как арбин, не каждый отважится узнать. Арбин – это деликатес бурятский. Делается из печени конской и говядины печень можно. Я так понимаю, сырой печень. Да, да, сырой печень и внутренний жир конины. Он как заворачивается, как рулет. Как рулет подается в холодном виде, замороженном. В сыром виде? Он как деликатес идет. Чтобы сытная, хоть и местами сырая пища степняков не откладывалась в боках, нужно активно двигаться. Отлично подходит для таких целей древнейшая бурятская национальная игра – хэр шалган – разбивание хребтовой кости. Буряты, как и все остальные народы, любят возрождать традиции. Одна из них как раз – это игра. Суть ее в том, чтобы специальную кость, держа в одной руке, разбить резким, быстрым ударом другой руки. Желающих попробовать свои силы собралось немало. У некоторых даже получилось сломать кость. Как видите, это нелегко и больно. Так что не пытайтесь повторить дома. Пока собравшиеся развлекаются играми, в гримерке вовсю идут приготовления к праздничному концерту. В этом году программа обширная. Организаторы постарались и пригласили известных бурятских дизайнеров с коллекциями национальной одежды. Забайкальский театр моды «Лотос» – победитель многих престижных конкурсов. В Новосибирск они привезли две коллекции, успевшие у себя на родине завоевать большую популярность. Автор коллекции Саяна Алхамоцаренова признается, что идеи и творческие образы приходят к ней неожиданно, порою даже во сне. У нас в Вагинске открывался стул посвященный Вагинским восьми родам. И вот когда я там была, присутствовала, у меня пришла идея коллекции. И потом, во время, когда шила, приснилась мне девушка-лебедь в платье. И вот я поняла, что надо все это соединить. Супруг Саяна Йомжа-Плома является идейным вдохновителем и главным консультантом при создании костюмов с буддийской атрибутикой. Например, коллекция Ная Монтахил, там буддистские символы, да. И там вопросов очень много, как, что, и подсказывал, и во время, что я показывал вот этот символ. Например, колесо, учение, оно восьмеричное, имеет путь и так далее. Буддизмом пронизана вся атмосфера праздника. Для ценителей живописи была организована выставка танка бурятских мастеров XIX и начала XX века. Икспозиция представлена на древнейшем Забайкале Агинским дацаном. Кстати, новосибирский буддийский дуган является его, скажем так, филиалом. Местные ламы все обучались в нем, начиная с Бату Ламы Базарова, настоятеля дугана. Один дуган восьмиугольный мы уже построили, завершили. И 6 июня прошлого года осветили, приехал из Забайкальского края, дитхамбаламоудийской традиционной санки России, Дандукбаев, и осветил. И сейчас, в общем-то, мы собираемся начинать стройку. Хороший день, 14 апреля определили. Приедут строители и начнется строительство деревянного дуга размером 10 на 12. Будет называться дворец, бодхисатую сострадание всем живым существам Малакитишвара. Со слов Бату Ламы уже собрано 400 тысяч рублей, на которые начнется строительство. Но их будет недостаточно, поэтому одной из целей сегодняшнего праздничного мероприятия стал сбор пожертвований. Все присутствующие могли оказать посильную помощь, приобретая сертификаты акции, которые носят название «Именной брус в стену храма». Организатор уверяет, что имя каждого участника акции будет занесено в книгу и будет упоминаться в ежегодном молебне. Данная акция приурочена к тому, что человек приобретает сертификат именной. Он стоит тысячу рублей, и его имя будет вкладываться в брус при строительстве нашего основного ДАЦАН. Сертификаты можно приобрести в ДАЦАНе, также сейчас здесь, в наших акциях. И приехать к Баталаме и приобрести, соответственно, там. Что ж, будем надеяться, что очередной храмовый комплекс буддийского монастыря в Новосибирске с помощью прихожан будет построен. А этнические буряты, проживающие в нашем городе, еще не раз соберутся вместе отметить в очередной раз праздник Белого месяца. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru. Приятных вам выходных. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok